Пушкинская набережная в Таганроге должна стать миксом истории, городского досуга и отдыха. Как говорят разработчики проекта, планируется продлить ее к морскому вокзалу, обустроить несколько лестниц с выходом в город. Концепция развития набережной должна быть готова в марте, причем с учетом пожеланий горожан. Давайте договоримся, что я хочу послушать до 1 февраля. Этот разговор происходит в недавно открытом новом эллинге Школы Олимпийского резерва, сооруженном на средства областного бюджета. Эллинг для яхты-катеров с оборудованием, с тремя кранами, кран-балка, лебедка и ездящий кран до 2 тонн. Это настолько современные технологии в России, такой комплекс один. 350-летие Петра I будет масштабно праздноваться в следующем году. И к этому времени необходимо завершить реконструкцию дворца Алфераки, говорит Василий Голубев. Работы начали в мае прошлого года. В обновление музея вкладываются почти 200 миллионов федеральных рублей. Уже готовы фасады, интерьеры главной лестницы и подвала, паркет. Завершается золочение Александровского зала, реставрация интерьеров первого и второго этажей, веранды внутреннего дворика. И на втором этаже у нас новое, что появилось. Во время реставрационных работ было открыто, что залы второго этажа, на стенах была альфрейная живопись. Ее сейчас восстановили во всех залах. До 30-го года Таганрог должен преобразиться до туристического центра. Губернатор провел совещание, где подробно обсудили обновление и дорожной, и коммунальной инфраструктур. Одна из принципиальных задач, которая может быть и должна быть решена для Таганрога, что это вода. Просто принципиальная задача, которая требует совместного результативного решения. По словам Василия Голубева, Таганрог должен быть модернизирован так, чтобы здесь было комфортно горожанам и интересно туристам. Галина Белоусова, Юрий Ляшко, Перворостовский.